Приветствую вас, земляне! Начинаю серию роликов второй главы игры «Мое дитя. Источник жизни». Начинается всё достаточно мирно, не так драматично, как в конце первой части. Но я ожидаю подставок. Есть вариант показывать обычные действия в ускоренной промотке. Как вам такая идея? Поехали! А вот и я. Доброе утро. Что не так? Все в школе зовут меня немецким выводком. Хочу, чтобы они меня называли хотя бы по имени. Когда бы ты позволишь узнать, кто мои родители? Я работаю над этим, Карин. Я хотела бы показать им своих родителей. Тогда они перестанут обзываться. Я хотела бы показать им наши родители. но это было очень вкусно спасибо школа тяжелая выйдет он недобрый и мисс ханс не волнуй что дети жестокие правда в классе мистера берга никто не не задирает будь внимательна на уроках я в школе чтобы учиться мне не нужны эти другие дети мистер берг говорит что во вторник будет первый экзамен он говорит что важно чтобы мы хорошо подсправились поможешь мне с учебой когда мы вернемся конечно вау это может быть даже весело время идти тогда с возвращением мистер берг говорит что нам нужно себя хорошо показать на экзамене можешь мне учиться конечно это будет весело мы учим про животных вот первый вопрос то есть перечисленных млекопитающие а утка б лосось в медведь медведь не было ощущение что это медведь то есть перечисленных не млекопитающие а песчанка б лебедь в лось песчанка труднее задать я не думаю что это правильно правильный ответ как я думаю лебедь какой из перечисленных млекопитающих можно найти в норвегии а кенгуру бы овцы буквы ума овцы бык правильно они вдоври филе звучит как место где могут быть тролли мне нравятся животные ура мы закончили спасибо за помощь чак чак учиться тяжело надеюсь я справлюсь до тех пор пока ты учишь чтобы справляться было бы здорово сказку перед сном у тебя есть время нет может завтра о хорошо тогда спокойной ночи тебе как вы знаете я взяла на себя заботу о карин три года назад однако теперь стало важно узнать личность ее отца не могли бы вы пожалуйста помочь нам узнать больше про родственников карин из доступных источников так устала мне снился плохой сон причем был сон у меня был кошмар по школу я голодна поедем завтрак не нужно почаще кушать такое может ты проводишь меня сегодня в школе конечно могу правда здорово спасибо что проводила меня ты точно будешь в порядке думаю да спасибо что убедилась то что я буду в порядке пока я буду у себя в комнате нужно позаниматься для экзамена тебе может помочь чем не сегодня я справлюсь ты узнать когда будет время ужина у 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 Время ужина? Да, пошли кушать. Хорошо. Уже поздно. Ням. Ням. Ты сегодня очень тихо себя ведёшь, Карин. Прости. Я была занята домашней работой. А всё остальное в порядке? Не совсем. Это дети в школе. Они такие жестокие. Один меня сегодня кнул в ногу. Только не снова. Ты сказал кому-нибудь? Кому сказала? Учителя это не волнует. Можешь почитать мне сказку на ночь? Уже давно пора спать. Сколько на ночь тогда? 12 сентября. Слишком напугана, чтобы говорить. Я понимаю, почему твоя мама может быть слишком напугана, чтобы говорить. Молодые женщины с детьми от немецких солдат испытывают трудные времена. Утречка. Доброе утро. Готова к экзамену? Я не уверена. Можешь мне снова всё просмотреть? Да, конечно. Там всего лишь один вопрос, который я не понимаю. Давай послушаем. Лисы. Лисы. Они травоядные, хищники или всеядные? Ну, они по большей части едят крыс, ягоды и ещё всякое. Так что всеядные. Ха-ха. Фу. Лисы немного более мерзкие, чем выглядят. Спасибо за помощь. Ух, сколько почты. Йом-йом-йом. Чах-чах. Йом-йом-йом. Эй, я хорошо показала себя на экзамене. Мистер Берг поставил мне 4 с плюсом. Превосходно. Здорово знать, что мистер Берг относится к тебе честно. Угу. Он всего лишь хочет, чтобы все были внимательны на уроке. Он даже сказал, что я хорошо поработала. О, так он мил к тебе. Он даёт мне отвечать на вопросы и не зовёт меня объектными прозвищами. Никогда. Он мне нравится. Может, тебе стоит пойти к нему, если в школе будет кто-то обижать. М-м-м. Может, но я не хочу ему надоедать. Или злить. Это его работа заботиться о твоей безопасности. А, хорошо, может. В любом случае, я буду учиться больше, чтобы получать оценки получше. Эм. Ну, это все square. Фух. И на это вот Да, пошли побудем вместе. Хорошо. Хочу в постельку. Умнем. Чап-чап. Знаешь, в школе бывает иногда ничего. Мне очень нравится узнавать про цифры животных и все остальное. Ты должна делать то, что тебе нравится, даже если недобрые люди говорят обратное. Да. Можешь посчитать мне мою любимую историю? Уже поздно, Карин. Спокойной ночи тогда. 13 сентября. Это место. Я не думаю, что это место лучше или хуже, чем любой другой маленький городок. Зависит от людей. Я потеряла свою прошлую работу, потому что они поставили под вопрос мою верность, как норвежца, за то, что забочусь о тебе. Но люди на новой работе, похоже, так не думают. Зависит от удачи, я думаю. Некоторые люди милые, некоторые нет. Сегодня мы будем учить про рыб. Мистер Берг говорит, я хороший ученик. Чау-чау-чау. Скоро надо уже будет идти в школу. Увидимся тогда. Ты учи сегодня побольше, хорошо? Обязательно. Кто сделал это с тобой? Я упала. Можешь рассказать мне, я не разозмусь. Другие ребята, они скакали выпуклими. Некоторые из них начали лезть меня. Но я не сделала ничего плохого. Задиры мне всегда нужны причины. Почему они не могут просто оставить меня в покое? Некоторые люди всегда будут жестокими. Хорошо, я хочу в войну. Что такое наци-ребенок? Попытаться объяснить, что такое нацизм. Трудно объяснить, что такое нацизм. Некоторые думают, что это система или идея. Система или идея о том, что некоторые люди менее цены, чем другие. Но ты ни в коем случае не нацист, Карин. Ты очень добрая и любящая. Как ты думаешь, мой отец сделал из-за нее собакские штуки? Мы не можем знать наверняка. Я не знаю. И нет способа узнать точную идею или нет. Ну, я хочу знать. Вода уже почти остыла. Я просто хочу пойти в постель. Так, люди ненавидят меня из-за моего отца? Думаю, да. Они изоляции напуганы тем, что нацисты делали в Норвегии. Но это была не я. Я хорошая девочка. Почему они злятся на меня за то, что я не делала? Они могут понять со временем и пожалеть о своих действиях. Я надеюсь. Почитай мне сказку. Нет, может завтра. Спокойной ночи тогда. 14 сентября. Нацист Литвой отец. Мы можем только гадать. Говорят, одна треть немецких офицеров были членами нацистской партии. Но многие обычные солдаты были просто мальчишками, которых заставили сражаться за нацистов в 18 лет. Если бы они отказались, то их казнили. Все же немецкие солдаты в Норвегии считали себя счастливчиками. Почти треть солдат вермахта были убиты во время Второй мировой, в то время как только 3% солдат в Норвегии потеряли жизни. Почти треть солдат вермахта. Почти треть солдат вермахта.